доброе утро или день у кого как я со своими выгодинками уже помыла голову намазалась маслом хотела собственно сразу рассказать почему страшно почему отменили соревнования думала буду краситься и буду рассказывать но мне вчера вика рассказала скучно ты как-то долго болтаешь что-то там короче скучно смотреть если скучно там есть такая кнопочка можно проматывать будет быстрее но не буду утомлять своей покраской пока я сейчас быстренько делаю тон крашусь и сохну а вы пока посмотрите как я стригла волосы очень быстрым путем вот и чем занимается собственно моя собачка я ее сегодня фотографировала ладно сейчас накрашусь высохну и покажусь я сейчас помыла голову вот и покажу вам вот это чудо масло которым я мазалась и посмотрим будет ли такой же эффект потому что я думаю может это первый раз вот так прям волосы отреагировали но еще плюс к этому я сейчас помыла голову вот этими шампуньками вот вот это мне тоже вика привезла тут и бальзам и шампунь вот я сначала помыла ними голову а теперь а теперь немножко подсушусь и на влажные волосы нанесу это масло сейчас покажу и масло и как я это делаю я надеюсь что эффект будет такой же потому что это было очень классно ну вот они эти капсулы я не знаю если так будет классно я думаю что их можно будет заказать и где-нибудь в интернете вот так выглядит да мы не делаем дырочку я зубочисткой делаю и наношу на волосы на влажные волосы за за но хочу показать как я стригу волосы у меня там спрашивали у вас лесенка или что там на голове я рассказываю я это все делаю самостоятельно вот влажные волосы расчесаны смотрите что происходит дальше в пучок потом сворачиваем такую трубочку вот и все и сейчас будем мазать маслом ну вот зубочистка дырочка и вот отсюда я вот так вот на руку буквально тут несколько капелек у я наверно маленькую дырочку сделала ну нормально буквально там несколько капель растираю по рукам промазываю концы волосы волос вот челочку это очень приятно сейчас еще даже чуть-чуть еще чуть-чуть мне показалось мало такая плотная это ампулка что ее тяжело даже нажать чтобы выдушить вот еще все 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 волосы ну вот я по всей голове промазываю вика говорила что мазала только кончики я вам сушить не буду поэтому сейчас расчешусь подсохну и покажу вам как это будет выглядеть ну и все таки я прибегаю к помощи двум моим бегутинкам вот таким вот чтобы выровнять кончики волос и когда досохнут до конца я конечно же вам покажусь вот так чтобы не мешало солнце мы запрятали голову и вот так вот спим кто-то одевает повязочку а кто-то просто прячет голову под подстилочку саша пришел саша подорвалась выскочила хвостом мантеляет тряпочка для лапок лежит ой-ой-ой-ой-ой ой хозяин пришли что такое кетя ну его свой бог такой услышала через железную дверь да она лежала запрятала голову под подстилочку и там чтобы солнце не светило и тут вдруг подрывается и побежала да там есть эта подстилочка которую Люда дарила нам такое с этого шила с мешковины ну вот она под нее морду засовывает и спит чтоб не мешало чтоб солнце не мешало так что это нам тут прислали не знаю что прислали но приходила электричка снимала счетчики так что ну и хорошо что ты там глазки сложил надо очки одевать на охороночке что это за сумма а это же было за тогда за два месяца я тебе сейчас расскажу там все уже проплачено это с опозданием пришло так что-то хотела умное сказать а я тебе фотку показывала кэти на улице с этим кобелем здоровенным сейчас покажу подписчикам боже они так похожи представляете овчарка и бигль да и у них абсолютно одинаковый окрас не ну кэти конечно лапки беленькие морда беленькая но все равно это абсолютно как бы две собаки очень похожие овчарка и бигль ну или может это мне так ну посмотрите ну вот пришел саша пришлось бигудинки быстро снять хоть он мне и рассказывает что он меня любит любую но я все таки когда муж дома стараюсь в бигудях не ходить но по моему все получилось довольно классно у меня сегодня опять тренировка с женщинами поэтому посмотрим как продержатся мои гладкие ровные волосы вот переходим все таки к соревнованиям почему отменили я в воскресенье уже как бы звоню в киев по поводу как мы выезжаем нам же надо точно знать во сколько начала соревнований там музыку скидывать я уже всем сказала что в киеве соревнований даже в видео пригласила приезжаете за нас поболеть все такое ну и тут я даже не знаю как мне с автобусом заказывать никто ничего не звонит никто ничего не говорит звоню туда она мне говорит вы знаете у нас тут чп давайте отложим это все до завтра я не хочу вас пугать но в общем то пока что наверное соревнования отменяются но точно будем знать завтра ну знаете как то меня это напрягло что может такое случиться чп отменить соревнования ну я дождалась я до понедельника до утра пишет она мне сообщение соревнования отменяются извините сообщим на когда переносится ну я конечно не выдержала звоню говорю в чем дело что такое что случилось ну она мне рассказывает давайте не будем делать паники ну вот такая проблема один мужчина ну обслуживающий персонал вот этого здания его вчера забрали с очень сильной температурой температура 40 забрали в больницу ну и в связи с тем что во всем мире коронавирус скажем так запугивают и там и там в Украине этого нет и я вообще не думаю да и она тоже говорит мы все практически уверены в том что это как бы сильная простуда но все таки перестраховаться знаете береженого и бог бережет и вот соревнования у нас отменили и перенесли соревнования эти вот эти соревнования аж на 9 мая ну вряд ли 9 мая мы туда поедем потому что очень много предложений приглашений хотя честно я скажу вот после вот этого вот случая когда она мне вот так сказала я почему то подумала может действительно пока такое напряженное время пока вот как то так все с осторожностью относятся может лучше не мотаться по вот этим очень людным местам по этим соревнованиям наверное надо пересидеть это все дома и родители меня тоже поддержали мы со всеми переговорили решили что да однозначно мы не едем и пока вот эта вся ситуация не уладится пока это все не утрясется ничего посидим дома позанимаемся в спортзале может у нас еще большие успехи следующее соревнование чтобы уже вообще звезды звезды но девчонка мне конечно сообщила это все расстроились а там ну вы превьюшку мою видели да коронавирус это просто капец-капец но нет я еще позвоню завтра ну как минимум неделю человека все равно продержат в больнице ну я обязательно узнаю как здоровье этого мужчины думаю все обойдется все будет хорошо ну а я сейчас опять похвастаюсь какие у нас успехи у нас в спортзале мне там писали девчонки и женщины больше снимайте на канал эш но я не могу больше снимать на канал эш потому что мы вот думали поедем на соревнования Вика там поснимает там же и музыка и соревнования это все интересно а так в принципе я снимаю все что надо снимаю показываю здесь Влада Влада очень много снимают вот Влада кстати закидывает и на канал эш так что заходите там просматривайте информацию а мы сейчас похвастаемся Влада 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 люблю тебя Влада нет не Влада Даша Ковалева и Сашка Новикова они уже прыгают маховые синхронно я это сняла сначала я опять похвасталась собой любимой а потом сняла девчонок и в следующем видео я обязательно расскажу что там где и как и может быть еще поснимаю тренировку чуть побольше потому что ну это было так неожиданно скажем так так сняла быстренько что было и вообще мы были очень расстроены из-за этой поездки все перестаю тарахтеть а то то Вика мне говорит я медленно а то теперь я тарахчу без остановки опять собираюсь на тренировку сегодня у меня женщины все доложила все рассказала собаку показала всех люблю целую опять в камеру и пальчиком пам ну прям насмотреться не могу прям капец-капец да синхронно прыгаем маковая поехали молодцы вот и все жмем лайк и не забываем нажать на колокольчик я тарахтеть это все прожить банки